В эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Темпы индивидуального жилищного строительства в республике продолжат снижаться, считают эксперты. Этому будут способствовать сразу несколько причин. Это снижение доходов населения. Люди просто перестают строить дома, стараясь не делать серьезных капиталовложений. Также к причинам относят снижение рентабельности такого вида работ для строительных компаний. По данным аналитиков, она сейчас стабилизировалась на уровне 20%. Второе объяснение или второй момент – это то, что с рынка постепенно уходят непрофессиональные участники. Попросту говоря, мелкие компании, шабашники, потому что сейчас уровень рентабельности постепенно падает и приходит в некие общемировые или общероссийские нормативы. Соответственно, спекулянтам, тем, кто хочет быстро зарабатывать, это становится просто неинтересно. Также снижению способствует ужесточение норм государственного регулирования. Уже сейчас в индивидуальном секторе требуется разрешение на строительство. В ближайшем будущем рассматривается обязательное получение акта ввода жилья в эксплуатацию. Это создаст дополнительные трудности для мелких компаний. Напомню, по данным службы статистики, ввод жилья в Башкортостане за два первых месяца этого года снизился более чем на 18,5%. Снижение произошло за счет индивидуального жилищного строительства, темпы которого сократились почти на четверть. В то же время застройщики и юридические лица нарастили темпы строительства на 4%. Почти 800 миллионов рублей федеральных дотаций получит в 2018 году Башкортостан на повышение зарплаты бюджетников. Соответствующее распоряжение издали в правительстве России. Средства выделят из резервного фонда страны в связи с ростом минимального размера оплаты труда. С 1 мая этого года он составит 11 163 рубля. Всего между регионами распределят 20 миллиардов. Отмечу, в Башкортостане на увеличение зарплаты работников бюджетной сферы из республиканской казны выделили дополнительно миллиард 260 миллионов рублей. Арбитражный суд республики снял арест со всех активов финансовой корпорации «Система», который был наложен в рамках обеспечительных мер по иску Роснефти и Башнефти, и затрагивал 9 предприятий и организаций. Совместные заявления о снятии обеспечительных мер стороны направили в канцелярию суда 12 марта после выполнения системы всех финансовых обязательств по мировому соглашению, то есть уплаты Башнефти 100 миллиардов рублей. Напомню, 23 августа арбитражный суд республики частично удовлетворил иск Башнефти и Роснефти КФК «Система» и постановил взыскать 136 миллиардов рублей. Позднее стороны договорились о снижении суммы выплат до 100 миллиардов. Представители ИСЦОВ объяснили, что согласились на снижение суммы требований, так как иначе система могла оказаться под угрозой банкротства. Можно ли пить сырую водопроводную воду? Насколько опасна заброшенная территория химпрома и откуда берутся диоксины? Качество уфимской воды изучила наша съемочная группа. Ведущие ученые и экологи делятся экспертным мнением. На сегодняшний день река Уфа является, река Белая является, собственно, источником водоснабжения миллионного города. Семь водозаборов. Из них три водозабора находятся на реке Белая. Река Белая имеет у нас категорию загрязненная. Поэтому, когда чиновники ответственны за состояние окружающей среды, тем более это Уфаудоканал, это чисто коммерческая организация, которая не может сказать, что вода не соответствует ГОСТу вода питьевая, говорит о том, что пейте, ребята, на здоровье эту воду, она отлично и все хорошо. Таким, конечно, заявлением верить нельзя. Эксперты утверждают, паводок стал причиной увеличения химии в водопроводной воде. Полную версию репортажа смотрите на нашем телеканале в пятницу 23 марта. На этом у меня пока все. Далее смотрите новый проект РБК Уфа «Здравый курс». Рассказываем о Республиканском клиническом перинатальном центре.